Недавно прокатилась медиаволна о переговорах с Кремлем. Интересно то, что тему про переговоры вбросили каналы Офиса Президента, а другие каналы Офиса начали ее резко опровергать. Можно было бы допустить, что я чего-то не понял. Но про тему переговоров начали заикаться именно спикеры лично Зеленского, как и сам Зеленский. Оппозиционные силы сразу воспользовались этим и начали кричать «зрада» и никаких переговоров. Особенно улыбнуло это слышать от говорящих голов Порошенко, который изначально и подписал Минскую капитуляцию. Главное, что эта тема резко расколола общество. Гражданских пополам, военных пополам, всех пополам. Страх перемирия. Заголовок этого видео. Давайте выясним причину. Для тех, кто боится перемирия и не хочет его, причиной страха является ваша слабость и ваша беспомощность. Именно. Именно эти слова я сейчас использовал, обращаясь к нашей активной части общества. Давайте проговорим еще раз главный тезис этой группы людей. Россия будет использовать это время, чтобы укрепиться, нарастить военный потенциал, пополнить запасы, подготовить людей и совершить новое большое наступление. Подумайте, о чем нам это говорит? О страхе. Страхе чего? Сильной России? Вы боитесь своей слабости, потому что вы уже верите в то, что в течение этого времени Украина не будет готовиться, не будет заниматься своим ВПК, не будет пополнять свои запасы, не будет качественно готовить людей, не будет бороться с коррупцией. Ничего не будет делать. Вы не верите, что в стране что-то изменится к лучшему. Вы не верите, что вы сможете сделать нашу страну лучше, потому что вы уже этого не смогли сделать за 30 лет. Активную позицию сейчас занимают люди, уже родившиеся в современной Украине и не сумевшие ничего изменить. Даже власть в руках таких же молодых, а уровень коррупции только вырос. Вы боитесь перемирия, потому что вы знаете, что когда у вас было 8 лет, вы уже ничего не делали. Боитесь, потому что на выборах воюющей страны большинство проголосовало со словами. Хоть поржем. И как? Вы говорите о войне или перемирии? Включите новости. Пока наши прифронтовые города захлебываются в крови от московских атак, в Киеве проходит 3 дня фестиваль. Где щиро, вильно, то патриотично, хлопцы, то девчата кричать, хто не скачет той, москаль. Без комментариев. Хотя нет. Скажите, а с подачи света на фестивале все хорошо было, да? Самое ужасное, что те, кто выступают за перемирие, они также в это не верят. Они не верят, что будет что-то меняться. Или что они смогут что-то изменить. Вы все боитесь. Себя. Просто вторые это осознали, а первые боятся это увидеть. Дело не в Кремле или в перемирии. Россия может и 15 лет не нападать. А потом нападет. Это ее натура, способ мышления. Именно поэтому она нападала на всех своих соседей. Дело в вас, в вашем страхе. Страхе того, что вы либо поняли, либо боитесь принять, что ничего вы не измените. И ничего не изменится. Вы боитесь, ленитесь, не можете изменить, находясь в своем текущем состоянии. Сейчас прибегут упоротые вечно оптимисты и скажут, нет, мы не сдадимся, мы построим страну, у нас все получится. Так, а чего же вы не построили? Я отвечу очень просто. Вы ничего не измените, и ничего в этой стране не изменится, пока каждый из вас не сделает самого сложного в своей жизни. не изменит себя. Чтобы быть в новой внешней среде, должна произойти трансформация внутри. Пока не изменится каждый и не изменится все общество, ничего не изменится. Измениться – это не значит, что одни станут такими, как хотят другие, или наоборот. Это как раз ваше текущее состояние. Изменения на каждом плане бытия общества – это когда будет создано абсолютно новое общество с новой целью, с новой ментальностью, новым договором. Что? Сейчас вы промолвили, что вы изменитесь? Вот вам легкий тест. Пункт номер один. Эту войну мы проиграли на президентских выборах в 2019 году, когда общество убедили, что Россия наш друг, что нужно просто перестать стрелять, что власть не заканчивает войну ради денег. Вы, лично голосовавшие за Зеленского, готовы признать, что в провалах войны виноваты и вы. У Путина планы по захвату Украины не менялись последние 20 лет. Но вы поверили в это вранье и лично проголосовали за перемирие и сдачу территорий. Тогда вы. Так отчего же вы теперь, а? А напомнить, как Голобородько относился к военным в золотом, которые не хотели отступать. Как дерьмо. Скажите, на сегодня отношение властей к военным изменилось? Мы проиграли в 2019 году. Мы выбрали постройку дорог великого будивництва из российского битума. Пункт 2. Война началась и закончилась в ноябре 2021 года. В начале того ноября глава ЦРУ Майкл Бернс летал в Москву по поручению Джо Байдена, чтобы встретиться с рядом лиц российского руководства. После позвонил Зеленскому. Ничего странного? Вот только ни один глава ЦРУ за всю историю не пребывал даже целого дня в Москве. Не говоря про два дня. Напомните мне интервью, когда там наш брат ночного дозора Данилов осенью 21-го облачился в черное и сказал, что знал о войне. А когда еще наше руководство могло о ней узнать? Бернс к нам прилетал 12-го января, а Блинкин 18-го января. Да-да, это тот самый Блинкин, родственник Блинкина, который был послом США в Будапеште при нашей будапештской капитуляции. Скажите, а почему каждый раз мы слышим нарратив контролированная война? А слышим из уст агрессора или партнеров? И напоследок вернемся к переговорам. С чего вы взяли, что переговоры начали сейчас или начнутся скоро? Я понимаю, что по моим двум последним заявлениям война уже началась в два раза и два раза закончилась. Но война закончилась этой весной. Все, что вы сейчас видите, это продолжительный сценарий вас по принуждению к подписанию. Свет, вода, закрытые границы, травля бизнеса, дикая мобилизация и так далее. Все, чтобы вы сами сказали, хватит. А в приграничных городах агрессора случайно не те же проблемы? Свет и так далее. Из востока Украины и запада страны-агрессора делают серую зону, чтобы тут никто не жил. Разруха в регионах двух стран, где проживают украинцы по происхождению, а не по паспорту. Это гарантия и России, и Запада о ненападении. Откройте карты Голодомора и наложите калькой на сегодняшние дни. Там очень много интересного получится. Это игра в четыре руки извне и две руки изнутри. Почему я так говорю? А что вы слышали про документы о взаимной безопасности, которые Зеленский подписывает со всеми странами-партнерами? Кто из вас назовет общую черту всех этих документов? Правильно. Везде написано в случае будущей военной агрессии. Причем обоих государств. То есть взаимной безопасности не сейчас, а потом. Такие гарантии предоставляются только в одном случае, когда знают, что текущую войну договорились закончить и гарантируют, что она не повторится. Капитуляцию подписывают, только получив гарантии, что не будет хуже, чем сейчас. Хорошего вам дня и мирного украинского неба.